Руины сносят. Недостроенное здание, которое простояло более 30 лет, начали разбирать. Что изменится в учебной системе? Школа Красноармейска готовится к новому учебному году. Источник сделают доступным для горожан. Подход к роднику у храма Александра Невского собираются обустроить. А теперь об этом и многом другом более подробно. Вы смотрите новости Красноармейска. С вами Владимир Комаров. Здравствуйте. В субботу 22 августа в России отметили День государственного флага. В Красноармейске этот день отметили у торгового центра «Центральный». Здесь прошел небольшой концерт, на котором выступили артисты местных творческих коллективов. День государственного флага. И наши души, сердец госты, как во сне моя, мы их снова делаем так. Спустя несколько десятков лет начали снос недостроенного здания в микрорайоне Северном. Будет ли что-то построено на этом месте после сноса? Этот вопрос мы задали городским властям. В Красноармейске продолжается снос недостроенных и аварийных зданий. Недавно закончили работы на улице Краснофлотской, а теперь разбирают недострой возле дома номер 3 по микрорайону Северному. О дальнейшей судьбе земельного участка, на котором стояло недостроенное здание, нашему телеканалу рассказал глава города Александр Федоров. Мы сформируем сейчас этот земельный участок и выставим его на аукцион. Кто предложит наиболее лучшие условия для города по использованию данного земельного участка, тот и будет его застраивать. Но предварительно, опять же говорю, это общественно-деловая зона. То есть сюда может быть включено все, что угодно. Изначально вы, наверное, знаете, это у нас был, планировался торговый центр в конце Советского Союза здесь быть подготовленный. Что в дальнейшем будет, будем обсуждать. Это здание простояло здесь несколько десятилетий. Администрация много лет пыталась выставить этот участок на торги или сдать в аренду. Но это было невозможно сделать из-за того, что на нем был недострой. После сноса руин и подготовки территории землю выставят на аукцион. Считанные дни остаются до начала нового учебного года. Как изменится процесс обучения в связи с новыми санитарными нормами, расскажем далее. В преддверии нового учебного года глава Красноармейска Александр Федоров и председатель Совета депутатов Михаил Сухарев встретились с учителями школы номер один. Здание этой школы, построенное еще в 60-х годах, не только морально устарело, но и нуждается в ремонте. Есть недостатки и в других общеобразовательных учреждениях. К сожалению, в Красноармейске на сегодняшний день нет ни одного здания, которое бы соответствовало требованиям современной школы. И городские власти знают об этой проблеме. Может быть, действительно правильнее не вкладываться в капитальный ремонт, а построить новую? Надо новую строить, более вместительную, конечно. Чтобы, допустим, у нас четвертая школа. Вы в курсе, что у нас в четвертой школе творится? Там просто элементарно. На проводку денег нет. Вон Калинкина, дойдите, послушайте. Она уже который год не может добиться, чтобы электропроводку поменяли, понимаете? То есть у нас беда с этим. В 2000 году было введено последнее здание. Это гимназия номер 6 у нас. И ему уже получается 20 лет. Это самое новое здание образовательное. Эта школа у нас существует с 1960 года. И, соответственно, потихонечку срок эксплуатации данного здания приходит к тому, что надо проводить или полную реконструкцию, или это здание уже менять на новое. Действительно, вот правильно Михаил Михайлович отметил в разговоре с директором, что вводятся новые требования по санитарным нормам. И сейчас, если мы проводим реконструкцию, мы будем вынуждены соответствовать всем тем требованиям, которые уже внесены. Поэтому это уйдет в очень большие деньги, и целесообразности такого абсолютно нет. Я думаю, что в ближайшее время я осуществлю запрос в Минстрое. В Минстрое у нас курирует бюджетное строительство зданий и сооружений, и в части как раз образовательных зданий. По поводу возможности захода в программу постройки новой школы. Территория у нас это позволяет сделать. То есть мы можем технически отгородить территорию за школой, и там начать новое строительство, а потом просто, когда то здание переедет, это здание подвергнется уже сносу, и здесь просто сместится. Пространство общественное будет перед школой уже, а не за, как сейчас это. То есть на самом деле дети не почувствуют. Переход произойдет очень аккуратно. Но это один из возможных вариантов, можно рассмотреть и другие. Но мысли такие есть, потому что у школы приходит потихонечку упадок. А так, очень приятно, что школа готова. Всех детишек, первоклассников ждем 1 сентября в школе. Надеемся, им все понравится. Ну и другим, кто учится до 11 класса, тоже пожелаем успехов в новом учебном году, чтобы поменьше было болезней, в том числе и коронавирусных, побольше было светлых дней, общения с детьми, с одноклассниками. Потому что, ну, я вот уже сказал, что возвращаясь в свою родную школу, все время сердце немножко щемит, особенно когда в родной класс заходишь. Там вообще все, очень, да, очень, ну, очень много приятных воспоминаний. И, соответственно, все это дает о себе знать. Поэтому всем желаю приятного нового учебного года. Спасибо. В последние дни каникул в школах идет интенсивная подготовка к началу учебного года. Как будет осуществляться учебный процесс с учетом требований по профилактике COVID-19, рассказала начальник отдела образования Лариса Лазарева. Лариса Константиновна, вот-вот начнется 1 сентября, новый учебный год, и родители задаются вопросами, а стоит ли готовиться к линейкам? И вообще, как будет проходить начало учебного года? Вопрос действительно тревожит и родителей, и детей, и нас, собственно говоря, тоже. Мы считаем, что та ситуация, которая сложилась на сегодня, позволяет нам провести линейки, но с учетом требований ограничительных мероприятий. И это, скорее всего, линейки по параллелям, с учетом соблюдения социальной дистанции, обязательное разделение родителей и детей. Я так понимаю, что родители, невзирая на то, что линейки будут проходить на улице, у нас все равно должны быть со средствами индивидуальной защиты. Пока точно мы планируем линейки для первых классов, потому что дети впервые идут в школу, для них должен прозвенеть первый звонок. Сейчас мы с руководителями школ как раз прорабатываем вопрос, как правильно это сделать. Единственное, что, конечно, мы понимаем, если ситуация эпидемиологическая будет меняться в худшую сторону, то мы получим указания от Роспотребнадзора и от Министерства образования, и тогда мы не сможем провести этих праздничных мероприятий. Но на сегодняшний момент никаких указаний сверху о запрете у нас нет. А как будет вообще проходить учеба? Есть же какие-то рекомендации Роспотребнадзора. Как они будут выполняться в наших школах? И что это за рекомендации? На сегодняшний день у нас вышли изменения в Санпинах в связи с ковидом. Есть письма с рекомендациями о том, как организовать образовательный процесс в этом учебном году. Обязательно за каждым классом должны быть закреплены кабинеты, то есть у нас дети не будут ходить по школам, а будут ходить учителя по кабинетам. Речь идет о том, чтобы мы максимально развели потоки, чтобы дети не пересекались. То есть это надо думать каждому руководителю, исходя из количества классов, как организовать перемены, как организовать начало учебного дня, развести ли по времени поступление, либо разбивать уроки на перемены. То есть во время урока дети могут, например, в начальной школе сходить, поесть в столовую, чтобы там не было большого количества детей одномоментно. То, что касается масок для учителей, то тоже нам даны четкие указания, что при индивидуальной работе учителя надевают маски, когда они ведут урок, маску не обязательно носить. Также то, что касается детей, родители волнуются по поводу масок и перчаток. Это вообще решение родителей. Если родители хотят, чтобы дети были в масках и перчатках, пожалуйста, но требований для детей таких нет. У нас школы подготовлены к учебному году. У нас все продезинфицировано, вентиляция, закуплены необходимые средства, дизары. У нас сегодня проходило тестирование учителей на ковид. Ну, то есть, в принципе, все подготовительные мероприятия проведены. Нам очень хочется начать и продолжить учебный год в штатном режиме. И никаких пока указаний и показаний для того, чтобы переходить на дистанционное обучение у нас нет. В этом году за школьные парты в Красноармейске сядут почти 3000 учеников. В первые классы придут около 300 ребят. Около 400 педагогов будут обеспечивать процесс обучения. Всего в городской системе образования трудится более 700 человек. Яндекс.Лицей планирует открыть на базе гимназии номер 6 площадку по обучению школьников основам программирования. Участвовать в образовательном проекте смогут ученики 8-9 классов. Подробности далее. Профессия программиста на сегодняшний день одна из самых востребованных на мировом рынке труда и имеет хорошие перспективы в будущем. Освоить навыки программирования, причем абсолютно бесплатно, школьники могут, участвуя в проекте Яндекс.Лицей. Гимназия номер 6 может стать образовательной площадкой этого федерального проекта. Заключительный отборочный этап для обучающихся пройдет с 30 августа по 10 сентября. Подробнее о реализации проекта нам рассказала директор гимназии Елена Романова. Гимназия номер 6 Красноармейска стала региональной площадкой для Яндекс.Лицей. Расскажите об этом проекте и как удалось вообще это осуществить? Ну, осуществить удалось благодаря нашему, скажем так, очень неравнодушному сотруднику, Каркуновой Наталье Ивановне, учителю информатики. Это она узнала об этой площадке Яндекс.Лицей. Она загорелась, подтолкнула нас. Куратором площадки Яндекс.Лицей у нас является заместитель директора Михайлова Лидия Ивановна. И вот они вдвоем с Лидией Ивановной. В общем-то, можно сказать, благодаря труду этих двух сотрудников мы попали на эту площадку. Значит, мы проходили несколько этапов для того, чтобы стать региональной площадкой Яндекс.Лицей. Первый этап – это отбор образовательных учреждений. Мы заполняли определенные анкеты, заполняли паспорт, перетрясли всю свою материально-техническую базу. Потому что для того, чтобы стать площадкой, необходимо иметь определенные компьютеры с определенными требованиями. Потому что в рамках этой площадки идет освоение такого языка программирования, как питон. И, соответственно, должны быть определенные требования выполняться к компьютерной технике. Отправили пакет документов, думали, пройдем, не пройдем. Пришло радостное событие, что мы прошли. Наша материально-техническая база соответствует тому, чтобы стать такой региональной площадкой. Второй этап – это этап самый сложный, потому что это этап отбора преподавателя. Наталья Ивановна проходила массу различных тестирований. Тестирования очень сложны, потому что, ну, я не побоюсь этого сказать, что не всякий учитель информатики сможет стать преподавателем вот этой региональной площадки Яндекс.Лицей. И вот в конце весны мы получили радостное событие, что наша Наталья Ивановна успешно прошла все этапы тестирования, и она может преподавать на Яндекс.Лицей, и, соответственно, наше образовательное учреждение становится вот такой площадкой. Если мы посмотрим на карту, то рядышком с нами во Фрязино площадка такая есть и в городе Королеве. Ближе? Нет. Площадка, работа ее идет на два года. Если мы в этом году попадаем, то там идет два года, в результате, в рамках которых ребята осваивают полностью программу. Там идет четыре программы освоения по полугодиям. По прохождению каждого этапа, каждой программы освоения, учащийся получает сертификат. Если ученик пройдет все четыре этапа, у него будет на руках четыре сертификата. А в дальнейшем как он может воспользоваться этим сертификатом? Ну, во-первых, это бонусы для учащихся. Во-вторых, тот материал, который он освоит в рамках прохождения обучения на Яндекс.Лицее, мы очень надеемся на то, что это повысит, ну, скажем так, уровень подготовки наших ребят к Олимпиаде по информатике. Потому что у нас в последнее время есть, ну, скажем так, результаты в городе. И вот в рамках, скажем так, подготовки к Олимпиаде у нас есть учащийся, который стал призером Олимпиады по информатике. У нас до этого были и победители по информатике, это в четвертой школе. Так что мы надеемся, что вот это участие в Олимпиадах, оно будет более результативное. Я могу сказать, что оплата труда преподавателя пойдет за счет средств образовательного учреждения. Поскольку мы оказываем платные образовательные услуги, мы заинтересованы в том, чтобы быть такой площадкой. И в рамках средств, которые мы получаем от оказания платных образовательных услуг, мы будем выделять средства на оплату труда нашего педагога. На минувшей неделе на улицах Свердлова и Лермонтова перестало работать уличное освещение. По этому вопросу организовали срочную проверку и выезд бригады ремонтников на место. На минувшей неделе в муниципальный ЦУР, Центр управления регионом, поступило много обращений по поводу уличного освещения на улицах Свердлова и Лермонтова. Глава города и специалист городского хозяйства провели проверку на этих улицах. В ночь с понедельника на вторник произошла авария. Нам вчера только они сообщили. У нас по улице Свердлова освещение пропало. Ремонтно-восстановительные работы будут произведены сегодня, завтра. Мы уже вызвали бригаду, вот ожидаем. Во время проверки сотрудники администрации обратили внимание и на другие проблемы, поговорив с местными жителями. По обращениям граждан добавим фонарь, освещение перед домом 4Б у нас получается. И параллельно мы сегодня обратили внимание на содержание фасадов жилых домов на улице Свердлова и содержание детской площадки в неблагоустроенном виде. Мы приведем все в соответствие. Поставится, соответственно, у нас урна для мусора, потому что сейчас это самопроизвольное. И в таком виде, конечно, это находиться не может. Все просьбы жителей улиц Свердлова и Лермонтова обещают выполнить в ближайшие недели. Уже сейчас коммунальщики готовятся убирать снег. В Красноармейске проверили готовность техники к осенне-зимнему периоду. Сейчас закупается песко-соляная смесь. Подробности в нашем сюжете. Состояние коммунальной техники и готовность МБУ городское хозяйство к предстоящему осенне-зимнему периоду оценил заместитель министра по благоустройству Московской области Алексей Беловодов. С рабочим визитом он побывал в Красноармейске на прошлой неделе. Итоги подвел начальник отдела городского хозяйства Олег Кораблев. Была проведена проверка коммунальной техники. Наличие реагентов, запасных частей, ну и, в общем, все, что относится к зимнему содержанию. Значит, была проверена техника. Значит, отмечено, что вся она у нас в исправном состоянии. Необходимый запас расходных материалов создан. Закупку ПСС песко-соляной смеси мы сейчас готовим. Там в объеме 600-700 тонн. Ну, в общем, результат положительный. У нас еще время есть, чтобы какие-то недостатки там устранить. Ну, все идет по графику. Какой самый серьезный недостаток? Да, таких глобальных, в общем-то, нет. У нас была в свое время большая проблема с снегосвалкой. Точнее, ну, с определением места. Но в прошлом году мы нашли место. Вот, оно согласовано. Поэтому такой больной вопрос был закрыт. А сколько единиц техники вот сейчас есть? На сегодняшний день у нас 12 единиц техники. Из них в уборке используется 10. А что это за машина? Это, значит, у нас две КДМки. Это универсальные машины, которые используются и зимой, и летом. Два фронтальных погрузчика, БОБКЭТЭТ. Два малогабаритных трактора. Два больших трактора. Вышка. Ну, и навесное оборудование сменное. То есть, ко всем этим. Достаточно этой техники для уборки? Нам бы еще не хватает пылесос. Нужна бы еще, по-хорошему, более высокая вышка. У нас сейчас 20-метровая. Желательно бы 30-метровую еще купить. В принципе, по нормативам она нам положена. Поэтому будем планировать покупку. А вышка используется для каких целей? Масса вариантов, да. Это начиная от опиловки деревьев, да, и заканчивая какими-то работами по освещению. Ну, везде, где нужна высота, скажем так. Вот. Почему нужна еще более высокая вышка? Деревья. Для некоторых деревьев у нас эта вышка не достает просто. Как и высокие деревья. Да, да. Ну, выше пятиэтажного дома. Пятиэтажный дом – это 24 метра, условно говоря. Поэтому... А рабочих хватает? Хотелось бы еще. Потому что на все не хватает людей. Ну, сейчас, я думаю, будем это предусматривать при утверждении бюджета. Ну, где-то, наверное, человек на 10 нам бы еще надо увеличить штат. Мы говорим сейчас о штате МБУ? МБУ, да. Ну, поскольку МБУ у нас занимается практически всеми работами по городу в плане содержания, уборки. Поэтому это наши как бы надежды и опоры. Когда построят детскую площадку и как скоро сделают ямочный ремонт на внутридворовых дорогах. Жители улицы Новая Жизнь встретились со своим депутатом и с новым главой города. Какие еще вопросы обсуждались на встрече, расскажем далее. Жители улицы Новая Жизнь встретились с главой города Александром Федоровым и депутатом по этому избирательному округу Андреем Андреевым. Встреча началась во дворе дома номер 11, где в прошлом году было подготовлено основание для детской площадки. Депутат Андрей Андреев сказал, что саму детскую площадку, скорее всего, установят в следующем году. Значит, город свою часть выполнил. То есть, данная площадка будет строиться на бюджетные, на областные деньги. Значит, в прошлом году мы подготовили основание для нее. Это та часть, которую должен был выполнить город. Сейчас ждем финансирования для строительства самой площадки. И я, и глава, мы говорили о том, что, скорее всего, это будет в следующем году. Жители показали новому главе города самые проблемные места своей улицы. Некоторые из этих проблем требуют серьезного финансирования. Более простые вопросы, такие как ямочный ремонт, будут решены в ближайшее время. В Красноармейске в районе стадиона на улице Дачной прошли отборочные соревнования по джип-триалу. 16 участников в трех категориях соревновались на трассах различной сложности. Подробности в нашем сюжете. География отборочного турнира по джип-триалу оказалась довольно широкой. Участники приехали из Мытищ, Владимиров, Рязино и, конечно, Красноармейска. Всего соревновались 16 пилотов. Были среди них и достаточно опытные, даже чемпионы России, и новички. По каким правилам оценивалось выступление участников, нам рассказал главный судья соревнований. Правила единственные, везде неповторимые. Есть секция огороженная, в ней стоит пять ворот. Участник должен проехать за определенное количество времени, взять пять ворот последовательно, именно в той последовательности, в которой они пронумерованы. Оценивается в основном не время, а частота прохождения. То есть участник должен проехать все ворота, стараться не задеть, даже не задеть вешки. Касание вешки пенализируется штрафными баллами, сбитие пенализируется, взятие ворот считается, если передняя ось целиком прошла ворота. На ваш взгляд, вот трассы, которые здесь, они сложные? Нет, для участников этой категории трассы не сложные. Вы говорите, для участников этой категории? Есть несколько категорий. Есть стандарт, это абсолютно стандартные машины, которые вышли с завода. Есть D1, у которых там, допустим, есть блокировки, колеса побольше, бампера другие, ну что-то такое модифицированные. И есть категория D2, D3, это уже профессиональные машины, построенные, которые, скажем так, не жалко. Для этой категории отдельная. Вот есть секция, подъемы круче, спуски круче, перепады высот выше. Бывает так, что машина переворачивается, то есть, если вдруг машина упала на бок или перевернулась, ее не трогают ни участники, ни судьи до тех пор, пока пилот не скажет, что все, сдаюсь, поднимайте. Бывали случаи, что машина кувыркалась несколько раз, вставала на колеса и дальше продолжала движение. Что, по-вашему, заставляет людей заниматься этим видом спорта? Адреналин. D3 довольно травмоопасное увлечение, впрочем, как и другие экстремальные виды спорта. За безопасностью зрителей и участников соревнований следили сотрудники пожарно-спасательной части села Царево. Как рассказали организаторы турнира, представители клуба «Азимон», секции постарались сделать так, чтобы не допустить переворачивания автомобилей. Здесь уже главное пилоту не допустить ошибку. По словам участника спортивного клуба Павла Михеева, за соревнования по джип-триалу нет жесткой конкуренции, а сообщество джиперов он назвал братством. На этих соревнованиях достаточно опытных участников? Да. Как вам удалось их собрать с их вместе? Как удалось? В 2018 году мы поехали, когда проводил «Фортуны», праздницкий клуб, поехали поучаствовать. Просто не зная даже, что это такое, предложили, поедешь, ну поехали. А у вас какая машина? Нива. Обычная или какая-то? Стандартная, абсолютно стандартный автомобиль. Также был на выставках у нас в городе, его видели. Поехали мы тогда двумя экипажами, поехал я и поехал Кирилл, тоже он сейчас в судействии. Попробовали, понравилось, познакомились. Вообще джиперское сообщество мне очень нравится, очень доброжелательные люди, друг другу всегда подскажут, помогут и так далее. Конкуренты, я не могу их назвать между собой конкурентами, то есть на соревнованиях более опытные, всегда помогать более слабым, всегда советом, как что сделать. Вплоть до того, что на первых соревнованиях я оторвал раздатку, все на ней. Открывал секцию, попался булыжник, раздатку ударился, оторвал ее. Так подошел более опытный пилот, спортсмен. Он говорит, выезжай на старт, ты можешь мне брать ворота, да въедь и выйдет, нужно получиться на 10 штраф меньше. В результате, благодаря его подсказке, я вышел на третье место. Что заставляет спортсменов заниматься этим видом спорта? Вот конкретно вас что заставляет? Адреналин. Тоже адреналин? Наблюдать за тем, как джипы взбираются на крутые горки и спускаются, преодолевая ямы и ухабы, интересно было и взрослым, и детям. Джип-триал очень зрелищный и захватывающий вид спорта. Жаль, что болельщиков было немного, но зато поле обзора было достаточно широким. Первый раз смотришь? Да. Ну и как? Впечатление? Круто. Круто? За кого ты болеешь? Нет, пока что. Сейчас за эту машинку, которая в горку забиралась. Очень интересно то, что люди на стандартных машинах пытаются участвовать в соревнованиях. Ну то есть интерес у людей есть, это очень круто. Самому не хочется сесть? Хочется? Мы у нее просили, а он не дал. Говорю, давай я проеду сейчас, ну сразу. А вам кажется, вы как бы эту взяли, высоту? Я бы вам показал, объясняет долго. Да? Но вы уверены? В себе, да, на 100%. Интересно, как стандартная машина покажет себя, да? Она вот не подготовленная, ничего, да? И она вот пытается что-то исполнить. Ну, пока у нее получается. Куда она поехала? Молодцы. Ребята, молодцы. Отчаянные. Соревнования продолжились и несколько часов, а результаты стали известны только к вечеру. Приятно, что в число призеров вошли и пилоты из Красноармейска. Победители и призеры отборочного турнира будут участвовать в финале Кубка ДСАФ 2020 года. Желаем нашим спортсменам удачи. Родник в районе храма Александра Невского собираются обустроить и сделать доступным для горожан. Этим вопросом занимается настоятель храма Артемий Балакирев. Не все горожане знают, что в районе Александра Невского храма есть родник. Вообще-то этот источник в Красноармейске не новый. Однако много лет здесь не было воды и считалось, что он иссяк. А три года назад источник снова возродился. Ну, этот источник я сам узнал только три года назад, примерно, когда он появился. До этого, как говорили старожилы, на этом месте был источник. И достаточно хороший, и достаточно много воды в нем текло. Люди брали воду. Но здесь были на этом месте гаражи. Как вы помните, тоже такое место, достаточно нелюдное. И многие даже пугающее это место было. По какой-то причине этот источник засыпался, перестал идти. Почему-то он перестал его замечать и перестал... Может быть, он как-то и тек, но никто о нем не знал. Вот, где вот буквально три года назад, примерно, я помню, перед праздником Александра Невского был сильный дождь. Вот. И вот там все, как следует, размыло и освободила часть грунта. Вот. И через несколько дней мы видим, что оттуда прям бьет источник. Прям бьет. Мы попробовали его, проверили, трубу поставили, сдали в СЭС. Нам подтвердили, что хорошая вода именно источниковая. Такая замечательная, вкусная, прекрасная вода. Вот. Вот. И с тех пор люди стали потихонечку ходить туда. Вот эти три года примерно у нас существует идея. Идея, чтобы благоукрасить его и привести в такой вид, достаточно красивый, хороший и удобный для пользования прихожан. Ну, и в связи с тем, что когда он появился, мы его назвали источником Александра Невского. Подойти к роднику сейчас сложно, особенно пожилым людям. Спуск очень крутой. Настоятель Александра Невского храма обратился к администрации Красноармейска с просьбой помочь оборудовать удобный и безопасный путь к источнику. Помочь с установкой ступенек. Территорию вокруг родника собираются очистить от вращевика и придать ей ухоженный вид. В бонус-шопе мобильного приложения Красно Лайф появились новые товары, которые можно приобрести за баллы. Баллы пользователи мобильного приложения выигрывают в ежедневной викторине. Помните игры Super Mario, Contra, Tanki, Pac-Man, в которые мы играли на игровых приставках Dendy, российских клонах Nintendo? Все эти игры теперь умещаются вот в таком геймбоксе, что по размерам вдвое меньше старенького Тетриса. Целых 400 игр, в которые можно играть на геймбоксе непосредственно или подключить к телевизору с помощью проводов в комплекте. Такие геймбоксы вы можете приобрести в бонус-шопе приложения Красно Лайф. Не за деньги, а за баллы, которые можно выиграть в ежедневной викторине и получать, заказывая еду через приложение. Еще в бонус-шопе появились блютуз-колонки и блютуз-наушники. Также есть игрушки, товары для дома и отдыха. Играйте в ежедневную викторину, заказывайте доставку еды, копите баллы и забирайте любой из понравившихся товаров. А еще баллы можно списать на оплату интернета фирмы Dialog K. В приложении Красно Лайф уже более 1300 зарегистрированных пользователей. Установите и вы приложение на свой смартфон, чтобы получать скидки и пользоваться различными полезными функциями. А на этом у меня все. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что официальные группы телеканала есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, смотрите в эфире, заходите на наш сайт tv-красно.ру, скачивайте мобильное приложение Красно Лайф и вы всегда будете в курсе городской жизни. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ